Всем привет, друзья, с вами Картофан, и это уже вторая часть гайда по моду Экстра Ботани на версию 1.12.2. Ну а сейчас ты видишь топового комментатора с прошлого видео, если ты хочешь попасть сюда же, то ты знаешь, что делать. Ну а мы начинаем. И сегодня я бы хотел вам рассказать про то, как призвать Гаю 3 уровня, а призывать его не так просто, как прошлые Гаи. Вам нужно сначала будет сделать специальный предмет под названием Сфера Природы. И делается он вот таким вот образом, и этого даже будет вам недостаточно, вам нужно еще будет его зарядить. А чтобы его зарядить, вам нужно будет построить специальную структуру. Строится она вот таким вот образом. И вот, то есть у нас есть два варианта, либо вот такую сделать структуру, либо вот такую вот. Мы сделаем давайте сразу же второго ранга. Эта структура будет заряжать просто быстрее нашу Сферу Природы. Так, поставим давайте где-нибудь, давайте вот здесь прям поставим. Так, ставим, и теперь строим. Смотрите, здесь нам нужно будет всего лишь 4 вида предметов. Это пьедестал из жизни камня. Потом нам нужно будет сделать мерцающие камни, вот здесь вот. Здесь вам в жизни камни не подойдут, обязательно надо будет делать мерцающие камни. Потом ставим природные пилоны, вот здесь вот. Так. И также ставим вот здесь вот манопулы. Я проверял, вам не подойдут никакие бесконечно наполненные. Вам нужно будет обычные вот эти манопулы, то бишь бассейны маны пустые, вот такие вот. И теперь ставим просто-напросто на них еще эти пилоны маны. Точнее природные пилоны. И вот мы получается, что построили нашу структуру. Теперь мы можем спокойно заряжать наши вот эти вот Сферы. Чтобы их заряжать, просто нужно будет тыкнуть ПКМ по вот этому пьедесталу. И все, у нас начинается такая вот зарядка. Зарядка будет происходить также и на другом, то есть на первом уровне. Давайте мы тоже построим. Вот он строится намного проще. Так, это я тут зря сломал. Строится намного проще, всего лишь там уже будет один такой пьедестал из жизни камня и четыре природных пилоны. И все. Так, нам нужен наш вот этот вот. Давайте мы его размножим и поставим их заряжаться. Я их поставил почти что одинаково, считайте что. И давайте проверим, насколько вот эта вот структура будет быстрее, чем вот эта вот. Так, ну и думаю, что время достаточно прошло. Так, берем по-быстрому. Ну-ка, здесь у нас получается четыре с половиной, а здесь у нас три с половиной. То есть, если у нас... Ну, короче, где-то, наверное, раза в два вот эта вот структура быстрее, чем прошлое. Итак, вам нужно будет зарядить до ста тысяч тениц энергии вашу Сферу. Теперь вы можете спокойненько идти к своему месту, где вы призываете Гаю. Первого, второго уровня, неважно. И вам нужно будет... Ну, давайте мы сейчас построим вот эту вот структуру. Вот. Эта структура прям идентична прошлым структурам для призыва Гаю. Так, хоп, все, структура построена. Теперь мы просто-напросто тыкаем сферой по маяку ПКМ. Так. Shift плюс ПКМ, точнее. Ага, и у нас что-то тут не так. Нам, значит, нам нужно будет достроить здесь блоки. Вот, как можно заметить, здесь у нас такие вот огоньки горят. Это означает то, что нам нужно сейчас достроить тут блоки. И получается, что, наверное, все. Теперь мы можем призывать Гаю. Так, все, у нас вот он, Гай, заспаунился. Этот Гай намного сильнее прошлых Гай. То есть, вам здесь нужно будет какие-нибудь реликвии. Я буду использовать экскалибр. Вот такой вот. Так, давайте мы его, кстати, размножим. А то этот Гай будет скидывать с нас меч. Этот, если что, меч добавляется экстра ботани. Вот. И так, что вам нужно будет сначала убить вот эту вот Гайю, чтобы получить этот меч. Но, смотрите. Если мы будем куда-нибудь в сторону от нашего Гайи стрелять. Так, здесь почему-то не наводится. Но, в общем-то, если вы будете не на арене стрелять, то тогда вот этот вот луч будет наводиться прямо на вашу цель, если вы даже не промахнетесь. У этого Гайя есть вот такие вот атаки. То есть, он будет спаунить такие вот мины. Если вы на них наступите, то вам нанесется очень большой урон. Так что, лучше вообще не наступать. Кстати, можно надеть даже броню из старостали. Я тут сделал улучшение. И думаю, что это улучшение нам поможет, чтобы убить этого Гайю. Он будет спаунить вот такие вот мины. Все сильно мешать. Я даже не представляю, как его убивать в выживании. Но, думаю, что это возможно, раз так делали. Так, и здесь, кстати, Гайя будет делать такую вот суператаку. Так, нас выкидывает. И нас, кстати, поднимает. Сейчас, если мы слишком далеко улетим, то этот Гайя пропадет. Так, и... Да, он пропал. К сожалению, он сейчас пропал. Да, и мы давайте ультра призывем снова. Призываем его снова. У нас, к счастью, энергия есть. Так, вот он спаунится. И давайте мы его будем бить. У него, в общем-то, есть такая атака. Суператака. При которой он так и будет созвать мечи сверху. И, в общем-то, будет наносить очень большой урон. В общем-то, лучше под эту атаку не попадаться. Иначе просто-напросто вы умрете. Так, и вот он, кстати, делает эту суператаку. Нас опять туда закидывает. Так, 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 так. И мы не можем оттуда выбраться. Будем дубасть Гайю. Все, отлично. Мы пережили эту атаку. И здесь, кстати, смотрите, у нас такие вот миньоны появились. Их тоже нужно будет убивать. Это головы разработчиков, возможно. Я видел там ночью. Но не знаю, в общем-то, чьи это головы. Но их лучше убивать. Это типа миньоны такие. Вот он, кстати, опять мины эти спаунит. На них, как я уже говорил, лучше не попадаться. Но в креативе как бы можно все делать. Кроме как попадать под эту суператаку. Иначе вы просто улетите. Так, и кстати, нам пишется в чате то, что он сейчас нанесет огромный урон. Одному из игроков. Видимо, разработчикам предусмотрено, чтобы этого Гайя убивали на сервере вместе с друзьями. Так что, думаю, что на такое событие нужно будет созывать весь сервер, чтобы его убить. Так, вот у него, кстати, есть одна из атак таких. Ну, точнее, не знаю, это атака или нет. Баф. В общем-то, с нас будет скидываться наш меч. Ну, или то, что у нас в руках. У него, кстати, как можно заметить, нету такого, типа, когда он неуязвимым становится и взлетает и призывает мобов. Это уже Гайя третьего уровня. Здесь уже совсем все по-другому, считайте. Он создает различных миньонов. Вот эти вот летающие штучки, которые вас будут бить. Это просто вообще, я даже не знаю. Если что, кстати, этот меч зачарен на остроту 5, добычу 3 и заговор огня 2. И урон у него получается 13. Ну-ка, Гайя, 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 давай, давай, иди сюда. Все, мы его убили. И смотрите, что с него выпало. А с него выпало всего лишь то ящик Пандоры. И давайте мы его откроем. Так, нам выпадает вот что. То есть нам выпадает медаль за героизм. Это как раз-таки та медалька, которая участвует в большинствах крафтах. Которые у нас показаны в книжке. О которых я, по-моему, даже говорил некоторых в прошлой части. Вот здесь также крафтятся другие вещи. Но, в общем-то, потом я вам все расскажу. Так, если что, ящик Пандоры должен будет пропасть. И нам также выпадают сумки с наградой Трай. Фиер. И также Айнс. Да, такие вот странные названия. Вот, ну и, естественно, медаль за героизм. Всего лишь одна штучка. Давайте мы откроем вот эти вот сумки. Так, здесь нам выпало. Мистический этот все. Это, я так понимаю, здесь только выпадают у нас лепестки. Так, больше мы... Ага. Да, здесь только лепестки выпадают. Но мы это давайте все выбросим по-быстрому. Выбросим, выбросим. Вот так вот. Оп. Ну, это мы тоже выбросим. Так, дальше давай Фиер попробуем. Так, здесь у нас выпадает, кстати, черный лотос. Так, это что у нас такое? Это у нас книжонка. Книжонка. Реликвия. Которую я вам, кстати, расскажу потом. Так, здесь у нас выпадает железный слиток. В общем-то, здесь может выпасть реликвия. Либо же железный слиток, какой-то уголь. Никому не нужно, считайте, что. Да. И, наверное, все. Больше ничего не может выпасть. Ну, еще 7 разрастания. В общем-то, эта сумочка более полезна. Здесь хотя бы могут выпасть какие-то такие вот предметы, которые вы никак не можете крафтить. Да. Думаю, что все. Больше ничего такого эксклюзивного здесь не выпадет. Так, давайте следующую. Это Трай. Так. Здесь у нас, кстати, тоже получается реликвия. Так. Ну-ка, еще-еще. Это у нас, получается, слиток Духа Гая. Пульсофея. Из монасты стали. Так. Ну, это, считайте, что тоже, да. Это, кстати, получше уже мешочек. Я думаю, что он даже наиболее полезный. Потому что, как можно заметить, из него очень много чего падает. Ну, такие вот, то есть предметы, которые уже добавляются ботанией. Кстати, на полу выпала еще медаль за героизм. Потому что мы ее открыли. И, в общем-то, мы больше Гая-то не убивали. А у нас еще медалька выпала. То есть, из такой вот сумочки еще может выпасть медалька. Ну, а если тебе понравилось это видео, то обязательно подпишись, поставь лайк и оставь свои комментарии. Ну, а с вами был Картофан. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok